Никакой правды. Три с половиной миллиона прилетало. И ударился в трубу и разбил голову. Мне это нравится. Ну, конечно, хочется миллиард выиграть. Честное слово, хочется. Мог себе позволить на машине пьяной ездить. Ну, вы ищи. Я бухал, и все стали управляемы. Айфон говно. Это вдохновляет сильно. Хороший вопрос. Наговорю кучу всяких неприятных вещей. Лайк. А я бутерброд зажжу. Просто невероятно. Меня зовут Евгений Матвеев. Мне 32 года. И я основатель сети, сервисов. Я сделаю это сеть по ремонту техники Apple, iPhone, iPad, выездной сервис. То есть мастера приезжают в любое место, в любое время с полным набором инструментов и запчастей, и прямо при клиенте все делают. Уф. У меня не было увлечения вообще никогда, я какой-то без хобби. Я долго думал, что я странный. Все что-то делают, все чем-то занимаются, что-то собирают, а я нет. Зато я учился в школе не очень хорошо. То есть у меня поведение, оно как-то системе не соответствовало никогда. Я кучу уроков сорвал. Меня вызывали к директору даже за джинсы, банально, за джинсы с карманами по бокам и говорили, что в таких только картошку копать. Да, и десятки сорванных уроков за плечами. Оценки у меня были средние всегда, но по техническим дисциплинам, по гуманитарным прям жёг. Бежал и ударился в трубу и разбил голову. Такое странное. Вот первое, что в голову пришло. Я всего на четырёх работах работал. С трёх из них меня уволили. С одной только я уволился сам. Первые деньги я заработал, как раз таки, наверное, я бизнесом никогда не занимался, как раз таки в армии. Я пошёл служить в армию и после учебки я пошёл сразу в Чечню на контракт. И там начал зарабатывать много, потому что есть всякие сборы и прочая история, и там прям много. То есть 30 зарплата и до 150 в месяц выходило в армию. А тратить их там некуда. О, я купил себе крутую форму натовскую. Я купил себе итальянские берцы горные. Я был не только внутренне красив тогда, но ещё и внешне. Больше прилетал. Три с половиной миллиона прилетал. Чё-то продал. На что-то купил. Квартиру купил. Ну, в ипотеку купил, но тем не менее. Это бизнес. Вот я недавно в себе, вот мы собираемся иногда с друзьями, играем в покер. Все пьют кроме меня. Я заметил одну странную штуку. Она меня и напугала одновременно, и воодушевляет сильно. У меня не осталось тем для общения. Я ведь не смотрю новости, я не слушаю радио. Все что-то обсуждают, а я готов говорить про бизнес 24 на 7. То есть я в нём варюсь, я засыпаю с мыслями о бизнесе, я просыпаюсь с мыслями о бизнесе, я постоянно что-то докручиваю, разрабатываю. Но как бы я приду к огромному успеху, я уверен. Вопрос небольшого времени. Это вдохновляет сильно. И ещё, это очень личная штука такая, очень секретная штука. Был целый ряд экспериментов мною проведён. Я в себе открыл реактор энергии. Мне одна девочка когда-то, тантрик с 16-летним стажем, сказала, что типа возбуждение – это очень ресурсное состояние. Из него можно реально черпать энергию. Нужно уметь преобразовывать её. То есть не просто там, да, и пошёл делать вещи странные, но и преобразовывать эту энергию и использовать её. И я научился. Мне это нравится. Вот, видимо, я заместил отсутствие хобби, отсутствие увлечения изначально детского вот этим. Теперь у меня есть увлечение. Я в БМ ещё не был, я схожу. Мне интересно. Ну точно лайк, вот точно лайк. Вот все, кто смотрят – лайк. Вы видели, сколько кейсов на самом деле? Сколько людей, у которых получилось? Ведь их даже не десятки, как представлено в презентации. Их тысячи. Потому что я сам иду по курсу «Долина», когда, да, иду, или по масштабированию. Я вижу, как вокруг меня у людей получаются бомбические результаты. Просто бомбические. И эти курсы, они изначально про то, что нужно поверить, что это возможно. Нужно поверить, что так можно было. Все думают, вот миф, да, огромный миф про инвестиции. Что-то невероятно, что-то про каких-то других людей. Это невозможно сделать, это сложно сделать. Ни в этом городе, ни в этой стране, ни у меня. Это легко. Это может сделать каждый. У меня десятки примеров. И я с этими людьми общаюсь постоянно. Это люди, обычные ребята из ВКонтакте приходят, пишут. И я говорю, сделай вот это, вот это, вот это. Они делают и привлекают деньги под свои проекты. Это же огненно. Есть большая миссия изначально. Это тысяча партнеров. Одна тысяча. Вообще, если быть точным, 1117 городов в России, способных стать центрами лайк. Семьи лайк-центрами. И эта конференция, эта конференция 1117 называется. Она пройдет в 1117 городах. Ну и проходит уже. Для меня ни одна поездка в пустую не пройдет. Потому что, по большому счету, ну, условно, мне бы хотелось, чтобы больше людей пришло на курсы. Потому что они мою жизнь изменили. Каждого здесь я уверен. Потому что там будут заставлять, там будут мотивации, пендери, там будут знаний. Эти знания один раз в голову положи и хоть в найм иди, хоть куда. Ты ценный автоматически. Но даже если ноль человек записалось, я уверен, что я дал сегодня немало ценностей и понимания какого-то, что делать дальше и как жить в принципе. Нет. Вообще. Эта миссия полностью бесплатная. Амбассадоры сейчас по всему миру оплачивают перелеты, если нужно, если нужно остаться проживание. Все. Ноль денег с продаж, ноль денег за выступление. За все это мы не получаем деньги. Это нормально. Это миссия. Хороший вопрос. Я думал об этом. Мне важно. Есть вещи, которые мне важны. У меня получилось. Я верю, что получится у других. И лозунг, да, такой наш манифест, который везде написан, мы делаем идеальное бизнес-сообщество. Это важно. Скорее всего, я найду партнеров, клиентов. То есть, если брать такие личные какие-то мотивы, возможно, инвесторов. И так и происходит. Россия открыта максимально как страна. Не хочу про государство говорить. Наговорю кучу всяких неприятных вещей. Потому что в прошлом... Наговорю. В прошлом году Украина закрывала ВКонтакте. Все же матом крылья, копья кидали. Типа, свобода слова нарушена. А сейчас мы телеграмму уничтожаем. Но так не бывает. Двойные стандарты, да? Это же... Что же мы делаем-то? Вообще открыто. Ведь не обязательно сразу выходить в белую зону. Можно в серой зоне какое-то время поработать. Посмотреть. Реально. А востребована ли продукт ниша? Куча людей. Куча людей. Способных и готовых стать инвесторами. Помогать. Есть фонды. Есть... Этих мест мало. Вот мы сейчас формируем идеальное бизнес-сообщество. Это не просто слова. Это группа людей, которые двигаются в одном направлении. Помогают друг другу всячески. Это круто. Это не важно. По-моему, это не важно. В небольшом городе стать лучше можно гораздо быстрее. Лучшим в своем деле. Гораздо быстрее. Чем меньше город, тем меньше нужно времени, чтобы там стать самым крутым. В любом бизнесе. В большом городе сложнее. Больше денег – больше времени. Я убежден, что да. Вот почему. Есть... У человека есть слабые и сильные стороны. Разные стороны личности. Я ненавижу цифры, Excel, все. Мне так сложно это контролировать. А бизнес – это управление показателями. В первую очередь. Управление показателями. И я эту свою слабую сторону закрываю просто сильными чуваками, которые управляют показателями. Мне нужно знать определенные метрики. Я их смотрю. Но как бы делать эти цифры – ну, не мое. И пожалуйста. Я просто закрываю сильными членами команды. У меня есть ценности. Это впереди всего. Это самое главное. Есть вещи противозаконные, которые делают другие, не делаю я. Например, мы не разблокируем устройство. Найденное, краденное и прочее. Это деньги, это рынок огромный. Это несложно. Вы знаете, как это делают? Есть сайты. Профильные сайты, на котором вот вам принесли телефон, ты говоришь – окей, приходи завтра. Сам просто на сайте определенные манипуляции делаешь, уносишь деньги, тебе дистанционно разблокируют и отдаешь. И все. Мой ответ на авито всем, кто мне пишет, и вообще во всех социальных сетях – я это не делаю, потому что это противозаконно. У меня есть ценности. Мы даже если телефоны убиваем, так бывает, редко, но бывает. Мы их выкупаем. Это в минус компании. Но это ценности. Мне важно, чтобы человек, не мы это сделали, не мы говно устроили. А если устроили, то выкупили. Заработать. А сто миллиардов. Еще пару лет назад, я бы сказал, выиграть. Это про халяву. Они также уйдут. После заработать у меня будет навык, как заработать. И сколько бы раз я их не потерял, я смогу снова заработать. Поэтому какая бы ни была цифра, ну конечно хочется миллиард выиграть. Честное слово хочется. Но факт есть факт. Я лучше их заработаю. Я отказался, да. Я бухал. Ну то есть, не то чтобы прям каждый день, но изначально это было раз в полгода. Я мог себе позволить загулять, прям загудеть на три дня. Потом это раз в три месяца, да, потом примерно раз в два месяца я уже стал себе позволять. А это деньги, это здоровье, там это какие-то загородные поездки куда-то еще, ну прям так сильно в разных местах. Локации менялись. Мог себе позволить на машине пьяный ездить. Это нихера не будет. Вот. И в итоге я понял, что это идет вперед. И это можно не остановить в какой-то момент. Я нашел очень крутого спеца, специалиста. У него доктор наук медицинских. У него своя клиника. Мы с ним два с половиной часа разговаривали. Он меня долго отговаривал. Спрашивал, а чем ты собираешься замещать? Я говорил, док, если вы про наркотики, то нет. Я пробовал, пройденный этап. Уже у меня большой опыт есть. Мне 32, но тогда было меньше. 30. И сначала я думал, что а что отдыхать? Я же не устаю. И сейчас я читаю книги. Я больше полезного времени уделяю семье, бизнесу. И как-то хорошо. Но бывает, что у меня реально бывает. Я делаю спринты в своей жизни. Я ставлю цель, делаю спринт. Он может быть 6 недель, 8 недель, меньше недель. На открытии Красноярска был спринт 3 недели. Мы просто пахали всей командой. Прямо в Красноярске. Мы жили все в хостеле. Там хостел здесь охренительный. Он как Hyatt Regency. Не подумаешь, что хостел. И мы просыпались вместе. И вместе засыпали. Не было отвлекающих факторов в виде, плохо сейчас скажу, детей, жены и прочего. Не нужно было куда-то ходить, ездить, какие-то дела домашние делать. Мы просто работали с утра до вечера. Три недели в таком режиме. И потом 4 дня мне никто не был нужен. Я прилетел домой и 4 дня лежал. Читал книги, что-то жрал, смотрел. После первой долины я 8 дней валялся потом. Недомогание, я приболел слегка. Я понимаю, что это энергозатратные просто штуки. То есть, когда человек сразу бежит в марафон, он, скорее всего, сдохнет очень быстро. А когда начинаешь тренироваться, я уже бегу медленнее. Силы рассчитываю. Знаю, в какой момент нужно условно водичку попить, энергии добавить. И теперь полдня. Вот конференция в Первике. Полдня мне хватило, я восстановился. После Серова мне завтра не нужно будет восстанавливаться. Я не устал. Хотя я выложился. Идеального дня. Я каждый день стою с 6.30 до 7. Это идеально. По распорядку вообще рекомендую прочитать книгу «Магия утра». И не только ее. Есть еще целый ряд книг, и можно мне написать. И я дам эти книги в электронном варианте. Вот там крутой распорядок, правда. Там есть время для медитации, для спорта, для целей, для всего. А так я всего этого, или большинство этого не делаю. Почему я стою рано? Просто потому, что мне нужно везти ребенка в садик. И я везу. А потом я вкалываю. До вечера. А потом полезное время с семьей. Унылые щи. Кислые, унылые щи. Вот есть настройка. Я каждый день перед зеркалом улыбаюсь. Есть механика такая. То есть мы как привыкли изначально. Какая-то шутка. Что-то извне влияет на наше настроение. Какое-то веселое какое-то событие. Праздник, день рождения. Или чья-то правда смешная шутка. Затем эмоции выделяются. Эндорфин. И потом происходит улыбка. Можно запускать процесс в обратную сторону. Сначала улыбка. И тело отрабатывает механически. И повышает настроение. А какие вещи? Блин. В себя неверие, да. Грусть. И люди, которые о чем-то сожалеют. Меня это сильно парит. Я всем объясняю, что машину времени не изобрели. И не надо сожалеть. Извлекли уроки. Идете дальше. Как змея шкуру скинула и ползает. Главный урок в жизни. Наверное, я служил в Чечне на самом деле. Три года по контракту. Я ветеран боевых действий. У меня восемь наград. Главный урок в жизни. Вот, наверное, там. Я там мужчиной стал. Ну, то есть, у нас в Грозном была бригада. Она и есть сейчас. Там 30 тысяч человек. И в какой-то момент из всей этой бригады собрали 12 самых неуправляемых. Посадили их в бронированный Урал и отправили в комендатуру в горы, в Ачхой Мартан. Я был среди этих 12. Это раз и два. Как вы думаете, кто стал командиром этой дебильной группы? Да. И вот там был интересный урок. Командир изначально этой комендатуры, он быстро смекнул, что этой ватагой дебилов управлять будет невозможно. Возьмем самого ненормального и поставим главным. И сделал это. И все стали управляемы. По-моему, прикольный урок. Есть целые статьи про это. Про блин, про вот… Сейчас. Есть выражение крутое. Ну, как бы я дословно не повторю, но… Владельцы Самсунгов говорят, что айфон – говно. Владельцы айфонов говорят, что айфон хорош. И никогда не говорят, что все остальные телефоны – говно. Все. Я мечтаю, чтобы у меня было четверо детей. Но это процесс приятный. Я к этому иду. Они будут. Вот. А так о чем? Я даже не знаю. У меня мечты, я их превращаю в цель и иду к ним. Превращаю и иду, превращаю и иду. Я хочу. Я хочу очень большую компанию. Я хочу корпорацию. Я когда-то, там год назад, будто один месяц назад, хотел просто зарабатывать сотку. сейчас я хочу корпорацию. Я хочу смежные бизнесы. Я не даром иду, открываю направление запчастей. Я открыл академию мастеров. Мне нравится. У меня есть большой багаж. Я могу поделиться много чем. Я это делаю. Мне это крайне нравится. Есть еще одна штука. Я в себе открыл года полтора назад. Очень странную вещь. Я не понимал, откуда я получаю много энергии. Столько много. И от чего я так сильно кайфую. Я заключил. Из экспериментов с женой я просто понял одну офигенную вещь. Мое счастье заключено в счастье других людей. То есть, я делаю кого-то счастливым. Я вижу, как человек становится счастливым. Его результат. И я получаю вдвое больше, чем отдал. Это колоссально. В этом кайф мой.